Всем привет! Итак, что интересного? На доме 2 и за периметром. Задойновы сообщили новость. Первый скрининг показал, что у ребят будет мальчик, ну а теперь оказалось, что они ждут всё-таки девочку. Третья девочка в моей жизни, пишет Задойнов. Я, говорит, размечтался, что будет сын, но чуйка подсказывала, что у меня будет третья красотка. А вот Ксения зажигает с Яной Шофеевой. Девчонки вместе отмечали новоселье у Юлии Жуковой в Сочи. Какие красавицы, пишут в комментариях, такие все ухоженные и похожи друг на друга, все на одно лицо. А вот Алёне Савкиной везёт на мальчиков. Совсем скоро у неё родится второй сын. Муж Алёны хочет усыновить Богдана. Я, говорит, хочу, чтобы у братьев была одна фамилия. Никита Балыгин всё-таки дождался свою Алёнушку, встретил её с цветами. Всё, говорит, хорошо, всё прекрасно. Букет действительно шикарный. Алёна узнала о том, что пока её не было, Никита флиртовал с Захаровой. Планирует теперь провести между ними очную ставку. Алёна лишний раз убедилась, что на проекте подруг быть не может. Она не подпускает так просто и быстро к себе людей и правильно делает. Полину Малинину выгнали с проекта большинством голосов. Хотя, возможно, она просто ушла в отпуск. Малинина радуется возможности побыть дома. Встретилась вот с Яной Африкантовой. Полина первый раз в жизни проехала на метро в Москве. Она гордится с собой, справилась с задачей и доехала до места назначения. Яна Захарова выезжала в ночной клуб и вернулась оттуда в компании Брянской. И ей удалось помирить Аню и Алексея. Они были навеселее и легко пошли на сближение. Эту милую историю любви нам покажут 10 декабря. Но руководство дома 2 Аню на проекте не оставило, что очень огорчило Алексея. Безус рассказал, как будет проходить голосование в конкурсе «Квартирный вопрос». Нужно зарегистрироваться в приложении и заплатить полтора доллара за открытие кошелька, а затем перевезти любимому участнику одну малинку. А готовы ли вы платить бывшим хомякам, чтобы повысить их шансы на выигрыш? Пишите в комментариях. Ведущий Андрей Черкасов воюет с женщинами. Одна из его подписчиц написала, что сын Андрея неприятный ребенок. Ответный ход Андрея. Он опубликовал фото этой женщины. И на нее обрушился поток негативных комментариев. «Никогда я не приму и не пойму того, – пишет Андрей, – что кто-то пишет гадости на детей. Познакомьтесь с этой счастливой мамочкой». Я считаю, Андрей не прав. Если он желает только хвалебных и отзывов о сыне, то пусть сделает отдельный аккаунт для родных и близких. А если уж сделала ребенка товаром, то нужно быть готовым к любой критике. Николайчук и Горина планируют поездку в Уфу. Будут отмечать Новый год в компании Мадан и Моргенштерна. На вопрос о том, хотят ли ребят детей в ближайшее время, Артур говорит, что ему всего 24, торопиться не стоит. Сначала нужна хорошая финансовая подушка за периметром. Но все обязательно будет. Кристина Бухенбалте показала маму. Женщине 45, она прекрасно выглядит. В нее есть родная сестра Анна, ей 29. Это ее папа, живет в Испании. 9 декабря Бухенбалте возвращается на проект. С Артемом она не рассталась. В то время, как у Алены Апенченко заблокировали ее аккаунт в Инстаграм, Надя Ермакова радуется миллиону подписчиков. Теперь она блогер-миллионник. Это так круто, пишет. Я мечтала об этом моменте. Надеюсь, это не предел. Аганесиан публикует фото своих любимых женщин. Пишет, я их люблю больше жизни. Он со страхом вспоминает далекие смутные времена. Да, было время, когда нужно было выбирать между матерью и женой. Были конфликты, но теперь все прекрасно. Посмотри внимательно на мать, пишет ему. Довели женщину всего за год. Кстати, Аганесиана переезжает на новую квартиру, и родители с собой теперь уже не берут. Говорит, либо они останутся в Кущевской, либо будем снимать для них еще одну дополнительную квартиру в этом же районе. Настя Райнашвили рассказывает о своих планах. Глебу еще минимум полгода предстоит проходить реабилитацию, и скоро она отправится к нему в Крым. Жилья там у Глеба нет, но они будут снимать квартиру. Настя даже не против родить от него ребенка. Ольга Игоревна отправилась на съемки белорусского музыкального шоу. Фанаты разглядывают морщины на ее лице и складочки на талии. Все как всегда. На этом все. Подписывайтесь, будем сплетничать. Субтитры сделал DimaTorzok